Уважаемые любители моих небольших роликов, поскольку проблема принятия оживительной влаги в нашей стране продолжает быть крайне актуальной, я и сегодняшнюю часть ролика небольшую посвящу этому крайне важному вопросу. А именно, я сейчас занимаюсь перчиками, вот видите какие замечательные перчики, они дозреваются с красненькими, они острые, и вот из этих острых перцев можно делать два замечательных продукта. Ну один это просто нарезать, залить домашним яблочным уксусом и давать наставить, потом добавлять во всякие блюда, прекрасная вещь, я пользуюсь таким приемом очень много лет. Но есть и второй, более совершенный. Когда вы берете перцы, чистите их, ну как чистите, вот всякие лишние запчасти от них отрываете, потом там кончики грязненькие, подгнившие что-то, чистить полезно для полноты вкуса. И дальше заливается с чесночком, перекладывается и заливается маслицем. В результате получается вот такой чудесный продукт, который очень рекомендую положить на кусочек сальца. Ну понимаете, сначала засоленного, а потом закопченного, чтобы был привкус. Я так всегда делаю, но это в ноябре будет об этом ролик. И вот тогда, собственно говоря, закуска готова. То есть получается такой русский бутерброд с большими перспективами. Но для того, чтобы его употребить правильно, перед ним надо принять ржаной водки, желательно малиновой. Все эти сказочники о том, что наливочки и прочее, водки, это продукт выше 40 градусов, 40, немножко еще чуть-чуть. С вашей точки зрения, господа диванные алкоголики, анисовая это настойка на анисе. А поскольку все водки, даже ректифицированные, разбавляют сахаром и глицерином, ну для мягкости вкуса, они что, это настойка глицерина и сахара? Так что свои теории заткните, в общем, вы знаете куда. Напишите мелким почерком, сверните в твердую трубочку и сядьте с разгону. Вот там им самое место. Поэтому водки, это в России использовались очень много водок, самых разных. Я еще имел счастье разговаривать с людьми, которые покупали ведрами казенную водку, привозили ее в дом, в наш дом. И там из нее баба Маша, такая бывшая специалистка по изготовлению пищи в ресторане Прага, начинала делать водки. Естественно, это настойки в том или ином смысле. Но иногда из-за того, что градусность падала до 30 градусов, их перегоняли. А потом опять разбавляли соком искомых растений. Потому что водка должна быть 40 градусов или чуть выше. Вот, собственно говоря, так и изготовлено вот этот вот замечательный продукт, малиновая водка. Это совершенно замечательный продукт. Но для того, чтобы не спиться и, так сказать, не нарушить работу своего головного мозга, нужно употреблять редко, в малых количествах, без удовольствия. Желательно в приятной компании. В России это все было очень хорошо предусмотрено. Как вы видите, у меня очень маленький графинчик. Он предоставлен мне новой фирмой, которой я пока умолчу, как она называется. Но вполне возможно, она скоро откроется. Это будет абсолютно русское питейное заведение, где безобразий никаких не будет. То есть будут традиционные русские объемы алкоголя. Какие? В России больше всего использовалась рюмка под названием муха. Вот она. Это 16 грамм. Вот эта муха из середины 19 века. Не думаю, что она, конечно, видела пушки. Но вполне возможно. Она составляет 16 грамм. И графинчики делались пропорционально. На 4, на 6, на 8, 12 мух. Ну, такие, чтобы успеть поговорить, прежде чем рухнуть. И эти мушки, они очень хороши. Именно про них писал Пушкин. В Евгении Онегине журнал читал, и мух давил. Нет, уважаемые господа. Это не насекомые двукрылые на подоконнике, которых давил наш герой. Нет. Это вот такие вот штучки. Именно их он описывает, когда пришел к своему предку, знаменитому арабу. И там каждые 15 минут, ну, чтобы старичок не скучал, ему подносили на специальном подносике, вот так, мушку. И он приходил в равновесие с собой и с природой. Что я, собственно говоря, сейчас и сделаю. По пушкинским рецептам. Наслаждайтесь. А вот дальше наступает момент тех перцев, которых вы видите. У меня их немного, всего 4 ведра, поэтому придется себя ограничивать во всем. Но подкопченное соленое сало с такими перчиками является мировой закуской. Вы почувствуете божественное наслаждение как внутри себя, так и на вкусовых рецепторах. Всячески рекомендую. Бесподобно. Для тех, кто понимает, острота перчиков с мягкостью, нежностью и ароматом копчения сала создают бесподобное сочетание. Но мы должны сказать пару слов и про мушиную тематику. Полноценная муха – это 16 грамм. Кроме этого, существовала полумуха. Вот это уже настоящий антиквариат. Это мушка где-то 1830 года, сделанная вручную. Она крива до бесподобия. То есть ни одной грани на ножке не совпадает. Но это уже ровно половина. Это 8 грамм. И, соответственно, это специально для дам, которые хотят испытать не только свое здоровье, но и судьбу, делались вот такие замечательные эксклюзивные рюмки. Я очень долго искал ее для того, чтобы показать настоящим ценителям этого дела. И использую ее по назначению. Вам опять, уважаемые зожники, придется потерпеть. Не волнуйтесь, следующая волна ковида, наконец-то, вас всех изведет. Терпите. Почему я так говорю? По очень простой причине. Как известно, у кого сильнее иммунная система, у того была более яркая реакция на ковид. И поначалу, в 20-м году, зожников везли просто эшелонами на кладбище. Ну, так, с футбольных полей, зелененьких. На зелененькое кладбище. Ну, нормально. А вот бомжи, у которых было прокопчено сигаретным дымом и дешевой водкой, пропитанным организмом, лунная система была слабая. Реакция низкая. Ну, и, соответственно, они страдали намного меньше. В этом, кстати, и большой секрет. Продолжаем разговор. Вполне понятно, что среди любителей домашних водок существовали и настоящие извращенцы. Ну, почти зожники. Которые, несмотря ни на что, отрицали роль алкоголя в организме. Хотя при каждом приеме пищи он образуется. Деваться нам некуда. Нравится это вам, не нравится. Зожниковый или алкаш-разрядник. Это значения не имеет. И есть рюмочки в четверть мухи. То есть, 4,5-5 мл. Но это для уже окончательных эстетов, которые хотят выпить 50 мух, распробовать массу напитков, но, тем не менее, не хотят охмелеть. И да, такие тоже бывают, случаются. Хотя, как говорил мой покойный дедушка, мы, в общем-то, пьем для чего? Чтобы хмельно было. А если вы пьете для того, чтобы просто пахло, а дурости у вас и так хватает, тогда я просто сочувствую. Это тяжелая жизнь извращенца. Поэтому еще рюмка в русской традиции существует. Она называет четверть мухи. То есть, около 4,5 мл. Ну, так налитая. И она, конечно, создает только вкусовые ощущения. Ну, которым я незамедлительно и предамся. Так что, опять зожники, я понимаю, терпению вашему приходит конец. Но больше у меня полумух и четверть мух на столе нет. На этом ваши опыты и терпение заканчиваются. Терпите. Итак, показав вам основные приемы, украшающие русскую национальную беседу за столом, мухи, полумуха, четверть мухи, можно перейти уже к более важным делам, то есть, сегодняшнему с вами нашей тематике. Уже тематика научная. Она родилась, на самом деле, из одного единственного вопроса. который связан с тем, а как будет запущен церебральный сортинг в соответствии с моими представлениями о современной эволюции человечества. Как вы понимаете, этот вопрос мной неплохо разработан, хотя еще и не изложен в деталях, в такой популярной и общедоступной литературе. Поэтому я в двух словах объясню, в чем дело. Так что советую очень перчики, тем не менее, это такой приятный оттеночек. Ну, про сальца я не говорю. Про сало буду специально снимать, потому что много лет меня просят рассказать. Кстати говоря, мухи могут быть очень разные. Есть гусь-хрусталевские, вот такие фантастические, красивые, медового цвета. В общем, здесь перспективы для развития эстетского употребления русских национальных напитков бесконечны. Я же продолжу нашу беседу под свежезаваренный чай, кстати говоря, московской, чайразвездочной фабрики. Перешел на него. Такую дрянь поставляют сюда добрые производители чая, что аж тошно. Ну, вот, а здесь все хорошо. Итак, сегодняшняя тема это механизм запуска церебрального сортинга. Ну, вот как, не было, не было, а потом вдруг баха начался. Ну, у нас же ведь как люди, воспитанные постарше, воспитанные в Савдепии, дураки помоложе, начитавшиеся всякой глупости. Считают, что там революционные матросы должны героически штурмовать зимний, что ли? Или какие-то там эти трансвеститы, собравшись на площадь Сахарова, на проспект Сахарова, значит, пойдут что-то штурмовать или на Болотную площадь? Я вас умоляю. Этот детский сад оставьте, ради Бога, в прошлом. Это все равно, что как военные действия, которые осуществляются сейчас на южных рубежах России, значит, строить на основании там стратегии времен Второй мировой войны или там даже Вьетнамской войны. Все по-другому. Поэтому, кстати говоря, в рамках моей модели искусственного отбора имеется в виду по тем признакам, которые мы с вами обсуждаем, а многие получили уже ответы, то этих генеральчиков бы надо проверить. А они вообще интеллектуально в состоянии что-то, как-то войну провести. Может, и вообще никак. Но это не тема сегодняшняя нашего разговора. Сегодняшняя тема проста и ясна. Как будет запускаться церебральный сортинг в ближайшем обозримом будущем? Естественно, как вы понимаете, никаких партий создавать не надо. Никаких интернет-сообществ, которые там строго как подпольщики времен Владимира Леича занимались ерундистикой. Этого всего не нужно. Математическая модель этих событий давным-давно разработана. А проблема поставлена в конце 19 века, в 1894 году, где Волсон-Вуд задал простую задачку. Какую? Вот если взять шарики черные и белые и засыпать их в ящик, сколько надо засыпать этих шариков, в какой пропорции, чтобы возник непрерывный контакт, например, из белых шариков от стенки до стенки. хорошее математическое модель. Кстати говоря, на эту тему наш соотечественник Смирнов, не знаю, лет 10, может, 12 назад получил Филсовскую премию, ну, Нобелевская премия по математике. То есть, речь идет о бесконечных соединениях или глобальной связности. В основе таких процессов лежит, когда она возникает. А она возникает регулярно. Лежит такое понятие, как порог перколяции. Ну, любопытные или знающие, что не так часто случается даже среди арифметиков, могут почитать об этом. Интересная тема. Порог перколяции, он фигурирует и в химии, и в математике. Да, нас интересует его гоминидное приложение. Вот в рамках как раз модели церебрального сортинга он играет заметную роль. То есть, о чем это говорит? О том это говорит, что очень простые явления, которые никак не декларируются, могут привести к тому, что в один прекрасный момент возникнет бесконечное соединение. То есть, глобальная связность. Задача связи. Связность между чем и чем? Между людьми, которые что, которым что-то не нравится, или им все нравится, но только в рамках их собственной конструкции мозга. То есть, иначе говоря, церебральный сортинг может быть запущен очень интересным и простым механизмом, построенным на том, что будет переден порог перколяции. То есть, возникнет та самая связность, которая возьмет и одним щелчком сметет все, что существовало до них. Ну, как в 90-х годах, когда Советский Союз распался. Порог перколяции был пройден где-то в 90-м году, а то, может быть, и в 89-м. благодаря заботам недавно ушедшего от нас Даду-Даду, я имею в виду Горбачева, он, собственно говоря, подготовил, то есть, реализовал, скажем так, затею, которая родилась в голове еще нашего прекрасного генсека по фамилии Андропов. На самом деле, он развалил основы Советского Союза, потому что, начав ловить людей, а это было на моих глазах, в кинотеатрах в рабочее время и предъявлять им претензии, это было сказочным идиотизмом. То есть, он, я не уверен, что он был там английским шпионом, но его действия очень похожи на системную глобальную провокацию, которая закончилась развалом СССР. Так вот, значит, вот как раз на примере распада Советского Союза мы видим классическое явление перехода порога перкаляции. То есть, вроде бы, ничего и не произошло толком, ну, что там, какая там революция, детский сад, а тем не менее, результат-то превосходит ожидания, гигантская страна рассыпалась, как карточный домик. Ровно такая же штука происходит и сейчас. Только этот порог перкаляции связан не с тем, что людям хочется носить джинсы, курить сигареты Мальбора или трубку с табаком Амфора, а совсем по-другому. Потому что людям очень не нравится сегодняшнее положение вещей, которое вызывает стратификацию общества, такую, которая противоречит существованию государства. Ну, довольно трудно согласиться с тем, что, например, какой-то дяденька, который там имеет колоссальный военный авторитет, там где-то жарит в центре Москвы шашлыки. Во дворике 17 века. Это же ведь известно из-за того, что сейчас существует система оповещения, то есть связи, интернет, там и прочее, прочее. А раньше только сарафанное радио. Поэтому порог перколяции может быть достигнут очень быстро. В этом проблема. Проблема в том, что старые технологии понимания эволюции гоминид, ну, то есть, а-ля революции, перевороты и прочее, сейчас работают совершенно по-другому. В этом весь фокус. Именно поэтому мы неоднократно предлагали нашу технологию по выявлению людей, способных и неспособных, для того, чтобы оградить систему от таких вот перколяционных изменений. То есть, система от этих связей, она возникнет по-любому. Она возникает всё время. Но всеобщая связность, которая будет молчаливым согласием на ликвидацию одной системы церебрального сольца и замену её другой, может произойти довольно неожиданно. По этой причине хотелось бы вам напомнить, что уважаемые господа, товарищи и прочие присоединившиеся, самая большая проблема это не то, как вы действуете, не то, что вы делаете, а то, что вы думаете внутри себя, то, что никто не видит. И когда вот эти думания окажутся очень похожи, будет передан один порог перкаляции. И тогда невольно ваши микродействия превратятся в глобальные процессы. В этом основная проблема. Она незаметна. Ну, так же, как незаметно наши супротивники накопились и бросились в атаки у нас на югах недавно. Ровно такая же система. Всё будет абсолютно неожиданно, предсказуемо. И добрые политологи будут потом долго цокать языками, разводить ручками и ножками. Ну, кого они останутся, конечно, как вы понимаете. И говорить о том, что, ну, как бы, это было невозможно предсказать. Нет, всё предсказать возможно. И, как говорил мой любимый персонаж Дмитрий Нагиева, прапорщик Задов, предсказать всё можно. Вопрос за сколько? И тут я могу пошелать уважаемым господам, которых как раз будут разыскивать с микроскопом, находиться в полном неведении. Ибо неведение это почти залог счастья. Потому что, пока вы не знаете, что происходит у вас в голове, а тем более в головах окружающих, вы абсолютно счастливы. И никаких проблем не предвидится. Итак, уважаемые господа, мое выступление закончено, добавить мне нечего. Про перколяцию я сказал всё, что думаю. Ну, когда-нибудь, может быть, даже удастся написать, если книга издательства ещё будет существовать в будущем. На этом я с вами прощаюсь. Ну, а зожники могут насладиться тем, что уже этой рюмки никто даже не почует. До свидания. Субтитры